Доброе утро, друзья. Точнее, добрый день. Сейчас около двух часов дня. И мы едем по хайвею номер один в сторону Монтерея, а Светлана зачитывает вопрос. Меня зовут Ярослав. Мне 28 лет. Родился я в Минске и прожил там 24 года. После чего уехал жить в Россию, в Карелии, если уж быть точным. Причина переезда девушка, а сейчас уже жена. У нас есть ребенок, почти как два месяца будет скоро. Работаю я программистом встраиваемых систем, имбеддед. Да, молодец. Работать начал еще год с студентом. Пригласили на кафедру после того, как хорошо себя показал на конференции. К слову, закончил я Белорусский национальный технический университет, приборостроительный факультет. В общем, работаю по специальности. Ну что, молодец? У меня хороший английский, по крайней мере, собеседование на английском проходил без труда. Учился в лингвистической гимназии, английский-немецкий. К сожалению, немецкий прошел мимо меня стороной. Был дураком, думал, не пригодится. После двух лет, что я прожил в России. Двух лет? Да, когда пелена любви спала, я оглянулся и в один из дней подумал. Пелена чего спала? Любви. Любви. К России. Как же меня сюда занесло-то? Так. Перечислять все эти недостатки жизни в России, даже по сравнению с Белоруссией. Опрятность дороги, медицина, в целом уровень безопасности. Нету смысла. Это уже всем известные факты. Поэтому я задумалась о переезде. В Белоруссии возвращаться не хочу. Как по мне, это меня отшило на мыло. Для меня интересна Канада. Слышал, там большая русская диаспора. Но меня беспокоит один вопрос. Насколько я там буду востребован? Я знаю язык C, работаю в Unixред. Знаю и часто использую в своей практике такие понятия, как Makefile, Y, RealTimeOS, Unitesp, Python, Microcontrollers. Ведь наверняка у них есть свой рынок труда. Какой смысл работодателю ждать год? У меня бюрократические дела, я думаю, займут много времени. Такого красивого, когда можно найти там уже точно такого же специалиста. Я выделила для себя два года. Два года, за которые мне хотелось бы получить сертификаты LPAS, больше времени уделить RTOS. После первого года планирую начать искать работу за рубежом. Он говорит про сертификат. Первый это для Unix администраторов, а второй для RealTime операционной системы. После первого года планирую начать искать работу за рубежом. Хотелось бы узнать ваше мнение. Правильно ли я оцениваю первое свое время, второе свои возможности? Ну, из этого вопроса, то что я понимаю, да, значит, я понимаю, что он ведет речь об иммиграции профессиональной. То есть, когда он говорит, год меня ждать, там и так далее. То есть, речь идет о визе, типа H1, там, да, такого плана. Я не знаю, как в Канаде это работает, может быть, так же, может быть, нет. Я тут камеры немножко кручу, чтобы солнце не попадало на объектив. Значит, безусловно, он занимается очень востребованными вещами. Насчет сертификатов, я не знаю, насколько они ему там нужны или не нужны, но в Канаду ведь можно не только по рабочей визе какой-то такой ехать. В Канаду можно ехать просто по семейной иммиграции. То есть, вы, там есть система баллов, и вы подаете там свою заявочку. Вот, и учитывая, что они оба молодые, они с высшим образованием, и у них ребенок маленький. То есть, у них абсолютно все возможности для того, чтобы в Канаду приехать просто, как человеческий такой потенциал. Это была очередь большая какая-то? Нет, это быстро все. Это очень быстро все происходит. Поэтому мы знаем много людей, которые к нам приезжали учиться из Канады на тестировщиков после того, как они прошли вот эту вот иммиграцию. У нас много людей было таких. Они через Израиль были? Они одни через Израиль, а другие напрямую. Вот из Украины, в частности, их там много. Просто много. Поэтому, значит, я чего думаю, что первое, чтобы я сказал, если он интересуется Канадой конкретно, то там есть вот такая программа иммиграции. И, может быть, он бы должен был начать с того, чтобы поинтересоваться вот этим делом. Второй момент. Дело не в сертификатах. Просто сейчас как бы получается, что по визе H1B как бы муторно все это. Муторно, неопределенно, не то, что там гарантии, но даже какой-то элементарной уверенности нет, что все это получится, потому что вот эта лотерея невероятная для тех, кого компании уже хотят начать, нанять. Я надеюсь, что произойдет какая-то реформа, наконец, уже иммиграционная. Смысл которой был в том, чтобы поднять планку с 65 тысяч там на 200 или близко к тому. Три года назад они ее завалили, эту реформу, но она предусматривала. Поэтому, значит, я надеюсь, что эта часть как-то, может быть, улучшится. С точки зрения обостребованности навыков, я бы на его месте совсем не волновался. Ну и, конечно, лучше, когда ты эмигрируешь не по профессии, а просто эмигрируешь. Да, вот там брак, грин-карт, лотерея, или вот как канадская вот эта вот программа, там, когда учитывается система баллов и так далее. Поэтому, что тут скажешь? Я бы на его месте посмотрел бы не только на Канаду и США, но посмотрел бы и на Европу тоже. Более того, я бы сказал, что, конечно, ему не хочется возвращаться в Белоруссию по сравнению с тем, как если бы он мог поехать в Канаду. Но по сравнению с тем, как он продолжает жить в Карелии, то, может быть, есть смысл поехать и в Белоруссию. А в Белоруссии есть колоссальный, мощнейший аутсорсинг. И он может там поискать компанию, которая имеет отделение в Соединенных Штатах, с тем, чтобы они его... Там, поработает годик-другой, они бы его перевели по визе L туда. Это все оговаривается, это все можно обсуждать. И поэтому я бы вот такие возможности рассматривал. Дело не в том, что ему, допустим, там вдруг в Карелии стало плохо. Я, кстати, очень люблю Карелию. Я замечательное время там когда-то провел, мне очень нравится Карелия. Хотя и Белоруссия тоже нравится. Белоруссия, да? Значит, но с точки зрения уже эмиграции, езжай в Беларусь, ищи работу вот такого плана. И тогда у тебя появляется, кроме участия в лотерее, кроме потенциально H1B визы, кроме, что там у него еще, не знаю, канадской вот этой вот эмиграции, профессиональной и непрофессиональной, у тебя еще появляется возможность внутри компанейского перевода по визе L, с которой легко делается грин-карта. И у нас вот в школе много народу такого, знаете, вот, допустим, из Израиля приезжают, из разных стран. Вот приезжают, и муж там, допустим, он работал в израильском HP, его сюда перевели, Хьюрит по карте, его сюда перевели, а жена, вот, допустим, не знает, чего делать. Или наоборот, жену перевели, муж не знает, что делать, приходит учиться. У нас в школе постоянно, ну, такое существенное присутствие людей по визе L, супругов. У них с первого дня есть разрешение на работу. Представляете, вот вы приехали по визе H, и когда еще у вас грин-карта будет, а жена работать не может. А приехали по визе L, она может работать. Все-таки две зарплаты, не одна. Поэтому, мое видение вот такое. То есть, как бы сказать, наличие большой цели в виде Канады или США не должно заслонять какие-то, ну, маленькие, там, не знаю, улучшения. Допустим, переехать в Белоруссию и сразу выиграть там в нескольких аспектах этого всего. Европа же еще есть. Есть Швеция, есть Германия, есть Финляндия, в конце концов. Там, Великобритания, и Италия. Очень технологическая страна, кстати, тоже. То есть, есть места. Поэтому, если себя не исключать из этого заранее, то будет гораздо больше возможностей. Как только вы немножко отпустите вот эту Канаду-США, да, то так к вам Канада-США легче придут. Очень важно отпустить немножко, вот, как бы, напряжение, фокус. Вот, вот, цель, цель отпустить. Тогда она легче подходит. У нас Светлана любит такую тему, как управление реальностью. Да. Да, и вот один из методов управления реальностью – это отпустить. Убрать важность с целью. Понизить уровень важности, и тогда там скорее что-то происходит. Вот, наверное, все, что я хотел сказать. Свет, ты хочешь что-нибудь добавить? Нет. Все, друзья, раз Светлана добавить не хочет, значит, мы на этом месте желаем успеха молодому человеку. Поздравляем его с тем, что у него девушка, а теперь жена, и особенно с тем, что у них лялечка двухмесячная. И пусть не останавливают на одной лялечке, не останавливаются. Вот, ну и все остальные вопросы тоже решают. Счастливо!